Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Иванова Наука. В сегодняшнем выпуске я отвечу на вопрос, такой экспресс-ответ дам на вопрос, который очень часто возникает в комментариях к моим выпускам на канале Иванова Наука. А можно ли вырастить хороший урожай на участках, где сплошная глина или где преимущественно песчаная легкая почва, или же надо все-таки тонны земли туда завозить, потому что без этого ничего не получится. Сразу скажу, что глина является гораздо более благоприятной почвой, нежели чем песок. Глина задерживает влагу, она задерживает удобрение, которое вы используете, она задерживает органику, вбирает в себя. Но это и плюс и минус. Если в отношении удержания удобрений питания для растений глина имеет очень большое преимущество, то вот как раз избыточная переувлажненность может быть большим недостатком. Что же в таком случае делать? Ну если у вас совершенно низкоплодородная кислющая там красная глина, то хорошим выходом будут высокие грядки. О высоких грядках мы говорили с вами на канале и ссылки на соответствующее видео в описании к этому видео. Если речь идет о высаживании деревьев и кустарников, то здесь при копке ям в глине необходимо обязательно делать хороший дренаж. Щебень, гравий, битый кирпич, шифер битый, там все вот такое прочее на дно ямы, затем присыпать почвой, затем установить саженец, будь то кустарника или дерево, и засыпать сверху плодородной землей. А глинку заложить вокруг ровчиком таким небольшим, или просто разбросать вокруг. И вот это будет хорошее посадочное место, яма, где деревья в принципе будут неплохо развиваться. И кустарники дадите им возможность развиваться на старте, корневая система затем в эту глину пойдет, и все у вас там с садом будет хорошо. Дальше только выполняйте те рекомендации по подкормке, по уходу за садом, которые выходят регулярно на канале Иванова Наука. Что же касается, если не устранить, ну землянику можете в высоких грядках посадить, тоже не проблема. Что касается грядок, которые непосредственно на этой почве, на глинистой, могут организовываться, то, конечно, здесь необходимо предпринимать меры для улучшения этой почвы. Поэтому придется немножко потрудиться. Конечно, глубокая вспашка, то есть разрыхление такое механическое этой глины является очень важным. Вносите туда гипс, по моим рекомендациям, то есть чтобы комочки вот эти мелкой глины, мелких глинистых частиц, чтобы они укрупнялись, да, как бы превращались уже из глинистых мелких пудровых частиц в как будто бы песчаные. Обязательно вносите туда побольше органики. Это может быть и желтая органика, то есть опилки, солома. Это и черная органика, уже готовые компосты, перепревшие навозы и так далее. Потому что это все привлечет туда и червячков, и жучков. Они будут эту почву перепахивать сами, разрыхлять, обогащать воздухом, способствовать водоотведению. И вполне можно вырастить очень хороший урожай. И обязательно не забывайте о сидоратах, потому что сидораты своими корнями будут также разрыхлять почву, но и органическое вещество, оставшееся после сидоратов, будет благоприятствовать облагораживанию глинистых почв. Что касается песчаных почв, то здесь в сущности мероприятия должны быть по сбережению почвенного слоя. Поэтому самым главным мероприятием здесь должно быть мощное мульчирование. Безусловно, это и те же растения глиноломы, которые усиливают разрыхление глины, каналы в ней делают для того, чтобы в течение режима оттаивания, замерзания почва немножечко разрыхлялась естественным путем. Но также они оставляют очень много органического вещества, в том числе на песчаных почвах. Поэтому кормовая свекла, дайкон, ну вот такие вот корнеплоды, оставляемые на зиму, являются очень благоприятными, они органику. Органика очень хорошо обогащает почву. Самое главное, внимание, корням. Обязательно мульчируем толстым, 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 постоянно толстым слоем мульчируем, сохраняем влагу, сохраняем питание. Ну, это тоже высокие грядки обязательно, все остальное. Что касается высадки сада на песчаных почвах, то здесь необходимо, напротив, проводить мероприятие по задержанию влаги. Вы можете делать либо глиняный такой слой, если глина есть, ну где взять глину в зоне, где песчаная почва, это достаточно сложно. Если нету, значит, вы можете обратиться к каким-то полимерным материалам. Старые куски пленки, снятые с теплицы, ими можно устелить эту яму для того, чтобы способствовать удержанию там влаги. И тоже мульчировать, 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 постоянно мульчировать, подсевать седораты. Поэтому совсем можно и обойтись без того, чтобы навозить камазы этой земли откуда-то издалека за дорогие деньги, а почву можно вполне облагородить. Там, конечно, много мероприятий, но вот это базовое, самое главное, которое вам необходимо помнить при выращивании растений на участках с не совсем благоприятным почвенным режимом. На этом я прощаюсь с вами, до скорой встречи!